Чтобы отстоять свою аллею и привлечь внимание властей, тос-меланжист собирался 29 октября провести тысячный митинг. Все местные жители собирались выйти с протестом против уничтожения их зеленой зоны. Первую заявку на проведение митинга в мэрии отклонили, а вторую, так уж вышло, пришлось забрать самим организаторам. Я уже сегодня написала отказ от митинга в связи с тем, что у меня на сегодняшний день нет ответа комиссии по внесению изменений в генплан города Иваново. Хотя устно мне сказали, почему мы и подали на митинг, устно в архитектуре нам сказали, что отказали нам в наших предложениях о смене зоны застройки на зону аллеи, оставшейся зоны застройки. То есть у нас магнит построили, но зону оставшуюся не хотят менять на зону аллеи. А у нас там аллеи, у нас там деревья. Хотят оставить именно зону застройки, чтобы в любой момент можно было застроить очередным магазином. Депутат Николай Плотников, выступавший в качестве СО, организатора протестной акции, подозревает, что натосовцев могли оказать давление городские власти. Ведь именно после беседы с руководством города организаторы в спешном порядке забрали заявку. Ну тут два варианта, вот я уже говорю. Либо власть убедилась действительно в решимости и ТОС, и организаторов, и жителей идти до конца. Тем более заявке указано тысяча человек, и власти тоже понимают, что это реально было тысяча человек привести на митинг. Но, скорее всего, власть этого испугалась и решила опередить событие, дабы не состоялся митинг, удовлетворить его требования. Возможно, это так. А возможно, организаторы проявили нерешимость в борьбе с властями в силу всяких причин и удовлетворились просто обещанием на слово главы города. Как завершится ситуация с аллеей меланжистов, покажет время. Информацию местным жителям обещали предоставить после соответствующего заседания городской думы в конце октября или начале ноября. Тогда-то и будет принято окончательное решение, нужен митинг или нет. Наталья Романова, Андрей Семивуков, РТВ Иваново.